Ну, действительно, может быть, как-то мы не очень представлена Нижегородская группа на онкологических форумах, и обычно всё-таки от нас идут доклады либо про диалогию, либо по хирургическому лечению рака. Но вот с недавнего времени мы также начали активно заниматься экспериментальной онкологией. С одной стороны, совпало так, что Нижегородская медицинская и биомедицинская школа тесно работает с Институтом прикладной физики, которые на сегодняшний день являются основными разработчиками новых систем биоимеджинга. Это тоже такое слово иностранное, его можно заменить русским словом визуализация, но вроде как биоимеджинг короче, он уже прижился, и вот с этого всё начиналось. То есть Институт прикладной физики разрабатывал систему биоимеджинга как на основе рассеяния тканей, так и на основе флюоресценции, а мы занимались апробацией либо для доклинических исследований, то есть на экспериментальных животных, либо для апробации новых метод диагностики в клинике. Но 7 лет назад нам повезло, и у нас появился мегагрант Сергеем Анатольевичем Лукьяновым, который помог соединить достижение их генетических маркеров, сенсоров с нашим биоимеджингом и с нашим тогда небольшим опытом по экспериментальной онкологии, по моделированию. Также, конечно, мы активно учились и считаем, что нашими учителями в экспериментальной онкологии является Елена Михайловна Трещалина, это РОНЦ, также у нас большой зарубежный бэкграунд по обучению, это антиконсенсер центр в Сан-Диего, и в последнее время также мы активно сотрудничаем с университетом Торонто, с госпиталем, где также большой экспериментальный онкологический институт, так можно сказать. И сегодня мне бы хотелось показать новые методы и подходы, которые появились у нас в руках для исследования механизмов любых видов лечения. То есть мы соединили воедино опыт генных инженеров, биохимиков, физиков и биомедиков, в том числе и с выходом на клинику, что я сейчас покажу в ходе презентации. Так, ну начнем с того, какие инструменты у нас на сегодняшний день появились, каких не было для изучения особенностей метаболических изменений в раковых клетках. Не буду останавливаться подробно на механизмах изменения метаболизма, но вы все прекрасно знаете, что опухолевая клетка отличается особенностями метаболизма, в частности, активации гликолиза, как аэробного, так и аэробного, что ведет к изменению метаболических кофакторов, в частности, инвертированным по H-градиентам, возможностью к редокс-адаптации, и то, и другое может влиять на вязкость раковых клеток. Казалось бы, куда это можно применить и зачем это надо? Конечно, в первую очередь это добавляет новые фундаментальные знания об опухолевом росте, изучение дополнительное этих механизмов. Также мы можем попытаться найти новые точки приложения для терапии и понять все-таки, каким образом развивается полиохиморезистентность. Куда нажимать? Вот сюда. Итак, что предлагается на сегодняшний день из сочетания сенсоров и флюоресцентного имиджинга для изучения метаболизма раковых клеток? Это, с одной стороны, сенсоры. Сенсоры есть на пероксид водорода. Могут быть химические краски и генетические кодируемые. ПАЖ-сенсоры также химические и генетические кодируемые. Можно смотреть и изучать кофакторы на ДАШ и ФАТ по автофлюоресценции. И есть специальные вязкостные сенсоры, о которых тоже расскажу позднее. В сочетании вот с этим богатым набором флюоресцентного имиджинга, всем хорошо известна лазерная сканирующая микроскопия, с забавочкой ФЛИМ микроскопии, тоже расскажу чуть позднее, что это такое, в сочетании с имиджингом целых животных, тоже с функцией мультифотонного имиджинга, с ФЛИМ инвиво имиджинга, можно получить новые знания, новые понятия о механизмах изменения метаболизма в раковых клетках. Итак, каким образом раковые клетки реагируют на повышенное содержание активных форм кислорода? Может быть два пути, может быть адаптация и может быть гибель. При фотодинамической терапии мы активно вызываем образование активных форм кислорода и производим, в принципе, гибель. Ну, конечно, не все клетки погибают, происходит адаптация у части клеток опухолевых, что приводит к активации механизмов разложения активных форм кислорода. В принципе, эти механизмы иногда сродни механизмам устойчивости к химиотерапии, то есть они сопряжены, в том числе это провоцирует дополнительную генетическую нестабильность и дополнительное выживание раковых клеток. Ну, это так вкратце схема формирования редокса устойчивости раковых клеток. Но, тем не менее, в утилизации активных форм кислорода всегда присутствует на определенном этапе пероксид водорода. Поэтому было бы очень интересно, если бы у нас был инструмент, при котором мы в живых клетках, не так важно, в системе инвитера или в системе инвива, в живых мышках, могли бы наблюдать, что же происходит в раковых клетках и как генерится перекись или пероксид водорода. Был создан сенсор, он был создан в лаборатории Всеволода Белоусова в институте биорганической химии, с которой мы сотрудничаем. На основе желтого флюоресцентного белка, у которого имеются два дополнительных домена, при взаимодействии с перекисью они меняют флюоресцентные свойства этого белка. Что же происходит? При возбуждении на одной длине волны появляются два пика флюоресценции. И вот эти два пика флюоресценции при изменении концентрации перекиси, они меняются. Соотношение этих двух пиков дает нам понятие об изменении концентрации перекиси. Сенсор расшиометрический, таким образом он не зависит, нет концентрации клеток, нет толщины образца, что очень удобно для живых образцов. Была проведена калибровка, и вы видите, что действительно сигнал сенсора меняется в зависимости от внутриклеточной концентрации перекиси. Конечно, было очень интересно применить этот сенсор для изучения механизмов действия противопрепаратов, потому что существует много предположений, что часть химиопрепаратов действует в том числе с образованием перекиси. Так существует одна из гипотез, что цисплатин имеет один из механизмов образования внутриклеточной перекиси. Но в нашем случае в инвитро-системах вот это клетки, мне очень хорошо может быть видно, экспрессирует сенсор внутри, нуклеоклеточный, генетически кодируемый, и к ним добавлялся цисплатин в разной концентрации. Но вот видно, что только в очень большой концентрации, 25 мг в мл, мы получили какой-то ответ на генерацию перекиси. То есть получается, что в системе инвитро цисплатин не провоцирует внутриклеточное образование перекиси. Однако, когда это, поясню сразу, это мышка, которая привита на обе бедра клетки хилям, экспрессирующей этот сенсор, и было проведено лечение цисплатином, и мониторировалось изменение внутриклеточной перекиси в живой опухоли, в живой мышке в ответ на цисплатин. В системе инвиво получилась немножко другая ситуация. Здесь вот вы видите, ну такое сленговое слово разгорание сенсора через 8-10 минут прослеживается 20 минут, 30 минут, 36 минут. То есть получается, что когда мы смотрим за целой опухолью, за живой мышкой, то там ситуация с генерацией перекиси на фоне цисплатина немножко другая. То есть мы получаем новые знания, что действительно, скорее всего, генерация перекиси при действии цисплатина происходит. Следующий инструмент, который появился у нас в руках, это возможность внутриклеточного измерения ПАЖ в живых клетках. Как вы все хорошо знаете, что есть изменения внутриклеточного ПАЖ и внеклеточного ПАЖ по сравнению с нормой, что в опухолевых клетках внутриклеточный ПАЖ выше, чем в нормальных, по сравнению с экстраклеточным ПАЖ. Эта способность опухолевых клеток помогает им к пролиферации, предотвращает апоптоз, облегчает переход метаболизма от кислительно-фосфорилированной гликолизу или эффект Варбурга и способствует, как считается, множественной лекарственной устойчивости. Опять же, но надо все это проверить, чтобы действительно утверждать, что это так, что действительно ПАЖ меняется, что действительно это происходит. Итак, зачем нужно знать о уровне внутриклеточного ПАЖ? С одной стороны, как я уже сказала, это важно для изучения механизмов канцерогенеза, понятия механизмов пролиферации, ухода от апоптоза и метастазирования. А с другой стороны, известно, что часть химиопрепаратов снижают свою активность при повышении ПАЖ и даже формируется новое направление с использованием модификаторов ПАЖ внутри клетки опухолевой, чтобы повысить эффективность известных химиопрепаратов. Все это еще раз подчеркивает, что ПАЖ важно и надо его изучать. Тут получилась такая забавная история. Оказалось, что сенсор на пероксид является чувствительным к ПАЖ. Но вот эти два дополнительных блока к желтому белку, которые мы так холили-лилеяли, потому что они были чувствительны к пероксиду, оказались уже здесь лишними, их убрали, и мы получили очень чувствительный сенсор на ПАЖ. Он также является рациометрическим, то есть у него одна длина валной возбуждения, два пика флюоресценции, отношение которых дает понятие понятие уровня ПАЖ о сигнале сенсора. Была выполнена калибровка, в том числе и вот Ирина Николаевна Дружкова, которая присутствует здесь в зале, и было показано действительно практически такое красивое, линейное зависимость сигнала сенсора от уровня ПАЖ. То есть по регистрации сигнала сенсора в системе инвитера или инвива мы можем судить об изменении внутриклеточного ПАЖ в абсолютных единицах. Точно так же было очень интересно посмотреть, каким образом известные старые химиопрепараты влияют на ПАЖ, на какое время происходит изменение внутриклеточного ПАЖ. Помогает оно гибели у клеток опухолевых или мешает, или является одним из механизмов действия препарата. В данном случае клетки, экспрессирующие ПАЖ-сенсор, и они были пролечены таксолом, видно, что сигнал сенсора меняется уже на 40-й минуте, дальше продолжает меняться. Здесь он возрастает, что говорит о защелачивании, и дальше он начинает падать, что говорит о закислении. Клетки были действительно живые, потому что, когда материал идет в публикацию, ревьюеры всегда спрашивают, а какие клетки вы считаете, а может быть, они уже давно умерли под воздействием химиопрепарата. Но, тем не менее, это не так, клетки действительно живые, и это видно при окрашивании на живые и мертвые, то есть считались действительно живые клетки. Получилась немножко другая ситуация при добавлении и при лечении цисплотина. Видно, что изменения сигнала сенсора происходят через 2 часа 40 минут, а не на 40-й минуте, как при таксоле, и сохраняется, сначала тоже уходит защелачивание, а потом наблюдается закисление. Если суммировать, это в столбиках, к которым мы все привыкли, то здесь видно, что на 40-й минуте после действия таксола происходит защелачивание, и дальше постепенное закисление, что не противоречит механизму умирания. Если клетка умирает, то закисление все-таки увеличивается. Но при цисплотении подобные ситуации наступают гораздо позднее, после 2-х часов, но также после защелачивания наблюдается постепенное закисление. Конечно, очень интересно смотреть на работу сенсоров и на изменение паш в опухолях инвива, то есть как происходит на самом деле в реальной опухоли. Понятно, что это тоже модель, это мышка, которая привита опухоль хиля, экспрессирующая этот сенсор, но тем не менее, это уже модель более близкая к жизни. Здесь мышь, которая привита опухоль хиля, экспрессирующая этот сенсор, и наблюдение уже в целой живой мыши за тем, как изменяется сигнал сенсора. Сначала было интересно посмотреть, как вообще внутриклеточная опухоль х меняется в процессе роста. Седьмой день, десятый, четырнадцатый, восемнадцатый день вы видите, что появляются узлы с разным паш в центре и к периферии. Понятно, что ужасно интересно понять, с чем это связано. Это опухоль нелеченная, это стандартный канцерогенез развития опухоли стандартно, спонтанно. И получилось, что более щелочной паш наблюдался либо в зонах некроза, либо в зонах гипоксии, что в принципе также не противоречит нашим знаниям, но тем не менее мы теперь можем понимать, почему один из механизмов устойчивости разных опухолевых клеток к проводимой терапии. Они изначально разные и состоят из нескольких узлов с разным паш, с разной чувствительностью к химпрепаратам, особенно к тем, которые зависят от уровня внутриклеточного паш. следующий механизм, который на сегодняшний день мы можем попробовать проанализировать с использованием флюорсцентного имиджинга, в данном случае система более интересная, потому что она может быть перенесена в клинику. Это анализ метаболизма по уровню кофакторов. Что происходит в канцерной клетке? Опять же, очень коротко, все это вы прекрасно знаете, преобладает гликолиз над окислительным фосфорилированием, почему канцерная клетка быстро делится, надо много быстро энергии, пусть энергии получается меньше, но быстрее. И все это ведет к тому, что мы видим увеличение гликолиза, увеличение кофакторов несвязанного на Адаша, уменьшение окислительного фосфорилирования, снижение связанных форм на Адаша и снижение связанных форм FID, FADA чтобы анализировать изменения этих кофакторов, появилась новая техника, которая тоже у нас сейчас есть в руках, благодаря немецким коллегам, которые нам активно помогают ее осваивать, она очень непростая, это система наблюдения времени жизни флюоресценции. Оказалось, что надаж свободный и связанный имеет одну флюоресценцию, одну интенсивность флюоресценции, на одной длине волны возбуждаются и сияют, но при этом время жизни флюоресценции у них очень разное, у надаж свободного 0,3 наносекунды, у надаж связанного 2 наносекунды. Это большая разница, надо только научиться ее ловить. Такая же ситуация с FAD-ом связанным и с FAD-ом свободным. Точно так же большая разница 0,3 наносекунды и 2,7 наносекунды. Существует система на сегодняшний день, которая может ловить единочные фотоны и выстраивать вот такую кривую изменения времени жизни флюоресценции. Вот как раз по ней-то и можно отследить концентрацию и наличие изменения Наташи и FAD-а. Как в свободной форме, связанной форме, так и их отношение, к которому мы привыкли называть его Redox Ratio. Для этого анализа мы использовали систему ЦЭС лазерного микроскопа. Здесь проведена 710-я, сейчас у нас уже 880-я. Вот с такой приставочкой FLYM Беккер и Хиккель. Чем хороши Беккер и Хиккель? Это ресерчерская компания, научно-исследовательская, которая производит аппаратуру. То есть, поставляя аппаратуру исследователям, они их не бросают и помогают разбираться в полученном первичном материале, что очень важно, потому что физика этого процесса довольно сложная. Итак, вот таким образом выглядит флюоресценция свободного Надаша, связанного Надаша в клетках инвитро. Видно, что происходит детекция кофакторов, флюоресценция кофакторов больше ассоциирована с метахондриями, там они, в принципе, и живут. И что нам удалось посмотреть с использованием этой технологии? Опять же, интересно смотреть, как меняется метаболизм при действии хотя бы стандартной химиотерапии. Хотя, говорю, что можно, в принципе, использовать любую противоопухолевую терапию и наблюдать за изменением метаболизма опухолевых клеток. В данном случае идет сравнение изменений метаболизма при действии таксола и при действии цесплатина. Видно, что меняется вклад свободного Надаша, но динамика изменения немножко разная. Если у таксола медленно переходит из гликолизово-кислительное фосфорилирование, о чем говорит изменение свободного Надаш, то у цесплатина довольно резкая ступенька перехода из гликолизово-кислительное фосфорилированное. Но тем не менее, препараты меняют метаболизм, тем не менее, уводят канцерную клетку в сторону более нормального метаболизма. Кроме того, то, что я уже сказала, что несмотря на то, что генетически кодируемый сенсор, флюоресцентный имиджинг, все это больше для экспериментальной онкологии, но тем не менее, появились вот такие системы. Это система GenLab, мультифотонный томограф, которые могут быть привнесены в клинику, и такие системы работают в Германии, в Австрии. Они заточены на диагностику кожных заболеваний, в том числе, дифференциальную диагностику доброкачественных и злокачественных образований кожи. Но, также они могут быть использованы и для изучения эффективности действия препаратов. Мы этот прибор пока применили только на экспериментальных животных, которым также привита экспериментальная опухоль. Видно, по флюоресцентной интенсивности зелененькие это опухолевые клетки, и красненькие это коллаген. Чуть позднее про это будет отдельное сообщение. Таким образом выглядят связанный свободный надаж и связанный. Даже глазом видно, что они отличаются. Глаз это глаз, нам всегда хочется цифр, всегда хочется достоверности. Вот здесь приведена линейка, как меняется метаболизм при действии различных химиопрепаратов. Цисплотин, ринатекан, таксол. Свободный надаж, связанный надаж. Ну, глазом трудно увидеть разницу, но здесь обязательно присутствует сложный физический расчет, и уже по столбикам мы видим, что на 14-й день у нас потихонечку увеличивается количество свободного надаж, а следовательно потихонечку идет переход в окислительное фосфорилирование. Это инвива, это живые мышки. На 21-й день происходит более резкое изменение, в частности в цисплотине, в ринатекане, в таксоле ситуация более мягкая. Но, тем не менее, видно, что изменение метаболизма идет, препарат действует. Ну, и здесь приведены просто графики роста опухоли на каждом препарате, чтобы было видно, что действительно была взята терапевтическая доза, и действительно опухоли уменьшались в размере. Дальше. Была высказана очень интересная даже не гипотеза, она существовала, но поскольку имеет такие инструменты, мы на сегодняшний день попробовали ее решить. Гипотеза о том, что в переключении метаболизма опухолевых клеток играет большую роль опухолистированная фибропласты. Так это или не так, мы попробовали проверить на такой культуре, в которой мы осуществляли метаболический имиджинг Наташа и Фада. В опухолевых клетках был генетически кодируемый сенсор на PH и на пероксид. Исследования проводились как в монокультуре, так и в кокультуре. Что получалось? Если мы брали монокультуру опухолевых клеток, были одни цифры свободного Наташа, когда мы добавляли их к фибробласту, и мы кокультивировали, то происходило действительно увеличение вклада свободного Наташа, что говорило о повышении гликолиза. И наоборот, происходило уменьшение связанного Наташа, что говорило о уменьшении окислительного фосфорилирования. Дальше. Если говорить о изменении внутриклеточного PH, вот это нижняя линейка, кокультивирование, сигнал сенсора. Может быть, он не такой выраженный, но видно, что меняется PH опухолевых клеток в кокультуре с фибробластом в сторону уменьшения. Дальше. Очень интересно оказалось, что на третий день кокультивирования опять нижней линейки происходит вспыхивание перекиси внутри опухолевых клеток. Причем довольно резкое, достоверное вспыхивание. Существует гипотеза о том, что перекись является сигнальной молекулой общения между опухолевыми клетками и фибробластами. Данная конкретная ситуация у нас получила, что действительно перекись вспыхивает и это меняет как функции фибробластов, так и хорсеристики опухолевых клеток. Это суммационный слайд о том, что происходит с метаболизмом браковых клеток, происходит повышение гликолиза, снижается PH и повышается уровень перекиси. Эти данные только что были опубликованы в сал-сайке. Дальше. Следующий момент, который мы на сегодняшний день можем проанализировать и, может быть, просто не существовал инструментов до более прецизионного анализа, это изучение отдельных форм актина. Не актина вообще в опухолевых клетках, а отдельных его форм и разглядывание отдельных фибрил. Как вы хорошо знаете, что изменение актина в опухолевых клетках влияет на способность опухоли к инвазии, способность к метастазированию. В нашей лаборатории вместе с коллективом Константин Анатольевича Лукьяна был разработан метод сверхразрешающей микроскопии, который позволяет визуализировать отдельные фибрилы, сейчас на следующий слайд будет лучше видно, вот отдельные фибрилы альфа-актина. Ну, разрешение вот здесь, вот 35 нанометров, так, чтобы понимать, это живая клетка, она подкрашена специальным мергающим белком, что позволяет в живой клетке наблюдать актин. Ну, а раз живая опухолевая клетка, значит, мы имеем право ее полечить, посмотреть, что происходит с актином. Что же получилось? Если применять цитохолазин-Д, это известный препарат, даже не препарат, а химическое вещество, которое резко меняет структуру актина, и если применять таксол, то что мы наблюдаем? При применении цитохолазина происходит практически фрагментирование актина, при применении таксола происходит уменьшение размеров фибрил и увеличение лимейных размеров фокальных контактов, то есть как бы актиновые нити стремятся соприкоснуться друг с другом. Факт интересный, пока не очень понятно, о чем говорящий, если вспомнить о том, что актин отвечает за метастазирование инвазию, то возможно это один из механизмов предотвращения, уменьшения инвазивных и метастатических способностей. Также был разработан совершенно специальный отдельный метод, который позволяет красить образцы опухолевой ткани как пациентов, так и экспериментальных животных и тоже получать изображение в данном случае актина, но можно разработать белки, связывающиеся с любыми другими белками, клетками, интересующие вас, со сверхвысоким разрешением получать изображение уже тканей пациентов или животных. Причем это красится довольно быстро, то есть это не нужно как гемотоксилина и азина проводок в течение двух недель, это красится в течение двух часов. Также, то есть, нельзя сказать, что у постели больного, но в принципе, как экспресс-биопсия для оценки прогностической значимости выраженности активного опухоля этот метод может быть использован. Дальше. Сколько у меня еще времени? Скажите, пожалуйста, чтобы не перегрузить. пять? Пять? Хорошо. Дальше. Совершенно недавно появился сенсор, который позволяет смотреть уровень апоптоза. Вот, поэтому здесь вот приведена такая, тоже, я думаю, хорошо известная схема ухода опухоли от апоптоза. Это снижение экспрессии проаптотических белков и повышение экспрессии неопатотических белков. Это повышение, понижение экспрессии КАСПАС, который активно участвует, мутации П53, нарушение рецепторного аппарата, который участвует в запуске апоптоза. Так, мы вперед пошли. Вот. Все это механизмы, которые имеют своих индибиторов, но, следовательно, возможно осуществление терапии, с ингибированием этих механизмов. Но, конечно, интересно смотреть, а как это в действительности работает, как апоптоз происходит, опять же, в живых клетках, не в фиксированных тканях, не в фиксированных клетках, а в живых, то есть в динамике, как это все происходит. На сегодняшний день существует много методов изучения апоптоза. Конечно, мы хотим сказать, что у нас какой-то совершенно новый, уникальный, но, тем не менее, он добавочный, он позволяет смотреть именно живое. Существует и макроскопический, и микроскопические методы. Мы предлагаем использовать вместе с Институтом биорганической химии, которые разработали вот этот сложный сенсор, использовать его для наблюдения апоптоза в реальном времени в живых клетках. Это уже ФРЕД-сенсор. Здесь два белка, где происходит перенос энергии между ними. Посередине идет связочка, которая как раз разрезается активной КАСПАЗой. Если КАСПАЗа-3 запускается, если она активная, связочка разрезается, и мы наблюдаем изменение флюоресценции. Если у нас пара, мы возбуждаем одной длиной волны донора и ловим флюоресценцию акцептора. Если у нас не пара, развод, то тогда мы возбуждаем одной длиной волны донора и ловим его же флюоресценцию. Вот поэтому можно сказать, идет у нас апоптоз в клетке или не идет. Конечно, опять же, мы вынуждены использовать довольно сложные системы флюоресцентного имиджинга, потому что с одной стороны мы можем анализировать только по флюоресценции, но с другой стороны у них меняется время жизни, про которое я рассказывала, и оказалось, что это даже более чувствительный показатель. И здесь видно, что если нет апоптозы, если у нас пара, то время жизни донора 1,44 наносекунда. Вот мы наблюдаем за этой клеточкой. Но как только мы добавили стауруспорин, известный агент, провоцирующий апоптоз, то время жизни у нас увеличилось, и клеточка стала вот такой синенькой, голубенькой. Таким образом мы можем следить за апоптозом в реальном времени. Опять же, поскольку это у нас генетический сенсор, мы его можем заставить экспрессироваться в опухоли, то все это мы можем наблюдать в системах инвива. Вот здесь у которых детектируется фересценция этой опухоли по одному и второму белку. Здесь показано тоже, может быть, мелко показано как раз нахождение клеток в разных фазах. Это не апоптодическая или нормальная клетка, а эта клетка апоптодическая у нее совсем другое время жизни. Еще раз оговорю, что это можно делать в системах инвитера. Сейчас мы это делаем в системе инвива, то есть на мышках с фересцентным имиджингом. Но пока еще исследование не закончено, в следующий раз я думаю, что мы вам покажем, как провоцируется апоптоз, много ли его в опухолевой ткани, в живой опухоли, и каким образом в динамике он развивается. Через 2 часа, 10 часов, 24 часа. Это очень интересно посмотреть именно в динамике. Здесь действительно провокация апоптоза известными химиопрепаратами Ирина Теканцы с плотином. Вот 2 клеточки, ушедшие в апоптоз. Клеточки вокруг живые, то есть это все в живой системе. И последний, тоже довольно сложный сенсор, но очень интересный, на клеточный цикл. То есть мы знаем, что у нас опухолевая клетка бесконечно делится за счет того, что блокируются тормозные системы, которые в нормальных клетках стабилизируют ее в неделящемся состоянии. И вот был создан тоже сенсор, сложный сенсор, двухкомпонентный, который позволяет отличить, в какой фазе сейчас находится клетка. Она находится в фазе G1, в переходной фазе или в фазе S. Состоит сенсор тоже из двух белков, но один больше сияет, когда это G1-фаза, ассоциированная с белками G1-фазы, а второй сияет, когда S-фаза, и больше ассоциированная с белками S-фаза. И их, опять же, можно отличить только по времени жизни флуоресценции. Здесь показаны клетки, находящиеся в разной стадии G1-фазы, в переходной фазе и, наконец, в S-фазе. Здесь показан процесс деления и изменения тоже этого сенсора на клеточный цикл. Вот стало уже четыре клеточки. Здесь показана динамика, лучше по графику может быть смотреть динамик изменения этого сенсора в процессе деления, а потом опять стабилизация. Боюсь, что про микровязкость я могу уже не успеть не рассказать, но пару красивых слайдов. Поскольку про микровязкость как-то вообще мы говорим очень мало, возможно, потому что нет нормальных инструментов наблюдения. Но нам повезло, что в свое время на одной из физических конференций мы встретили Марину Куиму, которая работает в Imperial College и которая разработала молекулярный ротор, который меняет свои флуоресцентные свойства в зависимости от вязкости среды. Не было сначала мысли применения его в живых системах, но когда встретились биологи и вот такие физики-химики, физхимики, оказалось, что можно он не токсичный применить его для изменения вязкости живой системы. И опять же это InViva, вот это характеристика ротора, опять же это InViva. И что удалось пронаблюдать? Удалось пронаблюдать, что, во-первых, сенсор хорошо накапливается в мембранах, видно, вот это вот сенсор накопившийся. И по уровню его сигнала, по уровню его времени жизни мы можем сказать точную вязкость в вискосных цифрах, не просто в интенсивной цифрею эсценции, алискостных цифр. Потом происходит его перераспределение внутрь клетки в цитоплазму, и дальше мы уже можем оценивать вязкость цитоплазмы. Вот здесь дано характеристика вязкости HTC-116, опухоли толстой кишки человека. Здесь дано сравнение с 3Т3, то есть это относительно нормальные клетки. И вот здесь можно посмотреть суммирующую табличку очень быстро в сети 26 колон-карцинома мышей, колон-карцинома человека и нормальные клетки. Всегда мембрана более вязкая, цитоплазма менее вязкая, но тем не менее вязкость цитоплазмы и мембраны у нормальных опухолевых клеток отличается. У опухолевых клеток в среднем она выше. Сейчас мы проводим исследование по применению препаратов, опять же, по их влиянию и по зависимости проникновения препаратов от вязкости как мембраны, так и цитоплазмы. Оказывается, есть такая зависимость, но она должна быть теоретически. Здесь я показываю, что в принципе такие же исследования по вязкости могут проходить на живых мышках с привитыми опухолями. Этот сенсор может вводиться внутривенно. Мы можем оценивать изменение вязкости мембраны цитоплазмы в живой мышке под действием любого противопухолюбича. В конце хочется сказать большое спасибо нашему коллективу, что обратите внимание на нас очень молодой. Это наши коллабораторы из Германии, коллабораторы из Imperial College и несколько проектов, в том числе и Российский научный фонд, который поддерживает наши исследования, благодаря которым мы можем сейчас расти, развиваться и продолжать начатое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.